Ну чё, родные, доброе утро! Как вам там спалось? Мне отлично. Автономку включил. Вот она работает. Сейчас мы её выключим. Печечку тоже пока выключим. А двоечка, я не знаю, что за эта двоечка. Это, короче, что-то тут... Кто, блин, ребята соображает в манах вот в этой автономке, скажите мне, что за эта двоечка? Я там нажал какой-то режим, по-моему. И, короче, она у меня высветилась. И сейчас не гаснет. Давайте немножко потихонечку стартуем. Вот. И выдвигаемся в сторону пока что в городу Новосибирска. Ну а за ним уже, естественно, город Омск. Там у нас по пути будут продавать мясо. Там будут остановиться, купить мяска. Отличное мясо там продают. Вот. Сходил сюда в кафешку, покушал. О, аккуратно вот такие. Вот эти вот железки в кликах, ребята, всегда с ними. Будьте аккуратно. Особенно... Вот видите, она торчит. Вот если вот сейчас здесь резко налево выворачивать, то колесо можно потерять здесь. Ладно. Ладно. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ОТОlico. сейчас покажу за мясом сходил офигительное мясо здесь ребята смотрите чё вкусная просто жуть продается ребятам на границе омск новосибирск я не знаю как это называется вот эти два кусочка такие вот на 360 рублей что ли такие два кусочка 360 рублей я учу сахарок молочком воду сюда поставим пока холодильник могут заехать еще продуктов купить потому что они у нас закончились мяско тоже сюда положим хлебушку у них конечно только нет закончился так справа мы никого нет никого курик у нас пролетит а он по той полосе давайте тихонечко стартуем после него конкретно так вылезем чтобы вот этого не задеть придется нам на эту полосу немножко выйти тут тоже отлично все ребят поехали дальше ну вот ребятушки на сегодня день мой рабочий заканчивается подходит к концу осталось два километра до стояночки нахожусь ребят на объездной омска да решил переночевать сегодня здесь а завтра встать пораньше по местному но на часа 3 раньше и завтра поработать подольше по московскому времени стояночка включим дворники постоянно постоянно махать давай родной приезжаете заходим как наши снарея по-царски вот охранник уже стоит здрасте дорожная сеть в одном из мне бы как-то встать пораньше вы его приехали мне понравилось рядом с делками тихо прямо так вот рядом с этим вот Делка справа, сейчас встанем, там где-то крутонуться, может где-то крутонуться. Делка, сейчас припаркуемся. Направо вытянемся и назад сдадим, вот сюда вот. Там ничего же нету, нет. Делка 13, у нас 13-метровая. Нормально так, да? Вот так вот встали. Всё-всё-всё на месте. Продуктовый магазин есть, вот прямо. Это хорошо. Сейчас мы туда сходим, посмотрим, что нам нужно. До 10 часов работы, да? Время 6. Да, ну чё, братульки. Сгонял я в магаз. И, короче, сейчас покажу, что купил. Так, короче, взял ещё водички. Блин, сибирский бор опять дала. Ё-моё, я её до этого брал, что она не заходит мне. Не особо. Хлебушку взял. Вафельки. Ну и масло. Масло сливочное. Но это не масло, это спред растительно-сливочный. Да пофигу вообще. Нормально. То же самое масло, короче. Надо это сейчас всё убрать. Масло сюда положим в холодильник. Хлеб мы, наверное, тоже в холодильник закинем. А и вафель тоже в холодильник закинем. А воду положим вот сюда. Вот воду положим. Ну и вот, так и получается. Ну чё, чайку можно, наверное, попить. Попьём чайку. Забьём ещё раз маршрут, сколько нам осталось. Точнее отсюда вот уже. И будем думать во сколько завтра надо вставать и выезжать. Да. Я вас приветствую, ребята. Доброе всем утро. У кого оно сейчас есть. А у нас само-то хоть выспалась нет. Короче. Четыре утра по Москве. Я планировал выехать в три. Встать в два, выехать в три. Но я встал в три двадцать, наверное. И выезжаю вот только сейчас в четыре. Вообще невозможно было нафиг. Вообще просто капец. Давайте. С Богом. С Богом по любым дорогам. Такая есть поговорка. Через сто сорок километров у нас граница. Походим её. Дай Бог, всё хорошо. Пящик. И надо сегодня идти до Талава. Ну, либо заночевать где-нибудь перед самим уже. Нур-Султаном. Посмотрим. Тринадцать градусов на улице. Вот. Мне здесь не нравится вот этот вот выезд. Такой он. Справа никого. Слева никого. Давайте-ка мы его немножко вот так вот возьмем. Диагонально. А теперь прямо, чтобы прицеп нормально зашёл. Вот так вот. Тринадцать градусов на улице, ребята. Вот. Спал я, естественно, с автономкой. Всё осень. Каждую ночь уже на вечер стоянку встаёшь, включаешь автономку. А зимой вообще до стоянки остаётся километров 15-20. Я уже включаю её на ходу автономку. Ну, пускай уже разогревается, так скажем. Вот. Наступают, да, холодные времена. Справа ещё у нас фурик. Давайте его пропустим, дабы его не тормозить скорость. И после него, после него стартанём. Всё, погнали. Я говорил, не говорил, не помню, ребят. В общем, ситуация сейчас какая. Я сейчас доезжаю вот этот рейс, возвращаюсь на базу и выходит сменщик. Так, получается, не сменщик мой, а я его сменщик, по идее. Ну, выходит, как бы, хозяин этой машины уже. Он будет на ней дальше работать. Он думал увольняться, но решил не увольняться вроде как. Вот. Ну, в общем, выходит. Так что сейчас мы... Это крайние рейсы у нас уже. Возвращаемся на базу, сдаём машинку. Ну и... Если получится, то немножко отдохнём дома, в пересменке. Если не получится, ну, значит, иначе поедем дальше работать. Потому что работать надо. Отдыхал я дома два месяца. Нужно сейчас это всё как-то восстанавливать. Эти два месяца отдыха нужно восполнять работой. Сейчас по рации сказали, короче, на границе стукачок работает. Что за стукачок, парни? Кто знает? Это вот этот, что ли, стукачок? Камеры такие вот? Доехал я на границе, парни, конечно, блин. Свои же транспортники тормознули. Давай то, сё. Почему не учился на международной перевозке. Короче, всю шляпу начал проверять. Вообще жопа. Ай, май, пиздец. Вот, ребята, меня не оформили. Не доезжая к границе. Километр, наверное, 50. Транспортный контроль меня оформил. Ну, отдать ребята им должны. Хочу сказать, в свою очередь, что меня хотя бы оформили просто за тахограф, за 45-ку. За то, что я нарушал этот режим труда и отдыха. Получается, нужно 45 часов. Ой, 45 часов. Четыре с половиной часа едешь, 45 минут отдыхаешь. Вот. Ну, естественно, я этого не делал. Как бы. Потому что тут либо уж ты соблюдаешь его и нормально всё. Либо уж не соблюдаешь и какой вообще долг. Если ты не соблюдаешь длительность своего рейса, больше 9,5 часов едешь. То и толку, в принципе, я думаю, соблюдать 45-ки тоже нет. Моё мнение. Сказать хотел бы для тех ребят, которые вот недавно устроились. И если у вас происходит такая ситуация, что вас тормозят на либо посту, либо ещё как транспортники, полиция, ГИБДД. Ну, хоть кто и оформляет вас за режим труда и отдыха. В протоколе режима труда и отдыха, где нарушение ваше указано, где есть пункт замечания водителя, или там как-то правильно пишется замечание, либо как-то там... Короче, где вы можете сказать свои пару слов, обязательно пишите нарушал по собственной инициативе, чтобы нарушение за РТО было только на водителя в районе полутора тысяч рублей, вот мне выписали. А на компанию в данном случае ничего не напишут. Получается, просто как бы на вас оформят полторашку, а на компанию уже штрафа вроде как нету. Ну, всё, родные, отвоевался я на этой границе. Вон, видите, сейчас покажу. Все документы, всё перевёрнуто, с палкой всё откинуто, все шторы содраны, куртка валяется. Вообще, ну, в общем, что сказать. Подъехала я граница, здесь рентгена нету. Ладно, я хоть и получилось пройти эту границу, потому что у меня холодильники в коробках прямо до крыши и до заднего борта. Как меня не развернули на рентген в другое место, я не знаю. Хотя водисту говорил, что нужен, наверное, рентген. Я думал, что он в курсе, что здесь он есть, а его, оказывается, нету, короче. Вот такая шляпка. Открывай, говорит, крышу. И тут начались мои приключения. Крышу, короче, открывать. Она, ну, не идёт, и всё, одна левая сторона. Ну, хоть чё-то я уже делаю. Я и так, и сяк, и здесь, и там. Он, говорит, лесенку возьми, лесенку взял. Короче, ну, не идёт она. Всё, вообще. Я прям перематерился. Я целый час с ней, короче, воевал с этой крышей. Оказывается, в чём прикол. Думаю, ну, чё она не идёт. Полез под крышу смотреть рельсы. Смотрю один ролик на крыше, который по рельсам ходит. Он его, короче, оторвало. И он там, он застопорило. И крыша, естественно, не идёт, короче. Пошли доставать ролик. Доставил ролик, крышу сдвинул. Всё, он у меня посмотрел, всё сверху полазил, всё нормально пропустил. Ну чё, братяги, подбираемся к стоянке. Осталось 6 километров. Сейчас будем решать, сейчас будем договариваться, чтобы нам за российские деньги на стояночку поставили. 500 тенге, если стояно. Хотя там написано бесплатно. Но я в прошлый раз тоже заехал на такую же бесплатность. Меня взяли 500. Так что посмотрим. Но если всё-таки платно, то это... Скажем, давай, братан, мозги мне не делай. Возьми 500... ой, 500... 100 рублей возьми российскими. И всё. И вот как-то так. Но если и так не получится. Тогда хер его знает. Там и будем разбираться. Постоим, подумаем, что делать. Ладно, в общем, я здесь решил не стоять на этой стоянке. Потому что... Скажем... Потому что у меня дальше есть по дорожной сети стояночка. Опа, а что, здесь нет выезда? Назад надо ехать, что ли? Офигеть. Ну вот это поворот. Что, в натуре? Назад надо ехать. Ух. Нет, там кирпич, ёпта. Нет. Там кирпич, ёпта. Нет. Капец. Вот это вот, уезд. даже и не подумаешь бездорожье на идет к нур-султану ребят поближе сейчас подберемся там у нас дорожка есть по дорожной сети стоянка в казахстане во всем по дорожной сети по-моему говорили только две стоянки и прикинь одна в нур-султане как раз по моей дороге здесь совпадение не думаю сам бог велел туда и поедем 84 километра нормально поближе сейчас вот сюда левее прижмемся добро пожаловать так ручник поставил давайте попробуем оплатить здрасьте здрасьте состояние дороги отлично пока ехали до дороги там до ПП в Альбаре в Желуде в Амчиле нет нет нормально все нормально все чисто нормально ага да все благодарю за информацию спасибо ага давай чек взяли оплатили сколько мы оплатили то хоть 2300 тенге ребят так этот все открылся у нас ну давайте поехали вот наш номер пятьсот девяносто две тысячи триста тенге аккуратненько выезжаем ничего не задеваем через двести сорок метров поверните левее что думал он мне короче кричит такое блин вообще не понял его сначала там еще в машину у меня шумит он такой оказывается спрашивал как там дорога аварии есть или нет я говорю не нормально Гриша так мне главное поворот не проехать 150 метров направо ничего не подсвечивается что-то блин здрасьте по дорожной сети уанова как дорожная сеть ну куда ты встанешь сюда встанешь встану да ну все приезжай вот так вот эти вставай сюда я тебя зарегистрирую все добро вон оно что оказывается здесь была шутка но редактор ее запретил 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 давай братан спасибо сейчас ее вот так вот объедем развернемся и с той ряда боль в очки сходим все таки вот если мы сюда вот налево пойдем немножко подальше протянем место позволяет зачем намести резину вот так потихонечку полностью так вот вытягиваемся до бордюрчика чтобы прицеп сильно не заламывался чтоб резина немного взорвалась ну и как что у нас 9 градусов ребят 9 градусов тепла Время 18.40 по Москве Соответственно Расход вот я с каким приехал 22 литра 100 мл Тоннаж у нас 5200 Дорога относительно прямая была Но мне кажется он еще упадет Этот расход Он со временем падает Падает Сразу включим автономочку Записал пошел Ну здорово ребят всем привет Вот вышел я Прогуляться немножко На стоянке нахожусь Перед Нур-Султаном Перед объездной Нур-Султана Приехал я вчера в районе 9 вечера По Москве Ну да 9.15 где-то Сегодня вот целый день здесь Ну и завтра с утра Вот я собираюсь стартовать уже На выгрузку Мне отсюда До места выгрузки где-то 23 километра По-моему так было Вот Прохладно у нас, ветер Стоянка такая Вот такие дорожки здесь прикольные Наполовину заброшенные Видать никто по ним не ходит Так что Кто рядом Подтягивайтесь Чайку попьем С меня чай и печеньки Родные Ну что всех приветствую Все в общем Меня выгрузили Братва Выкинулся этими холодильниками И вот стою здесь На обочинке Жду Когда Скажет куда ехать Он мне дальше Короче Логисту написал Он пока тоже не знает Куда отправят Стоим ждем Вот встал здесь на обочине Хер его знает Можно здесь стоять Нельзя тут стоять В России я бы даже и не парился Что меня могут где-то штрафануть А тут Хер поймешь Короче А ехать дальше Куда там На выезд из города Там тоже не помню Где-то можно встать Или нет Такие дела Ладно Куда загрузят Куда поедем А это уже Совсем другая история Как говорится Такие вот Такие дела Ладно Все ребят Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Пальчики вверх Стараюсь для вас Братва Все До новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok